добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на своем канале это видео хотел посвятить пароизоляции а именно как правильно ее использовать какие виды бывают пароизоляции и нужна ли она вообще для утепления кровли для утепления фасада что происходит с пароизоляцией какой стороной ее применять вот на самом деле это несколько фильмов будет то есть в одном фильме как бы все это сложно осветить хотел сначала вас познакомить с пароизоляцией вот использовать я хотел для этого сайт называется andukis.ru вот здесь много такой полезной информации я нашел принципе для обсуждения достаточно во первых пароизоляции это ну все всем понятно то есть даже само слово понятно что это изолирует пар то есть пар он поднимается с внутри с помещения заходит в утеплитель потому что пар стремится вверх в данном случае сикровля то он встречает как раз этот барьер пароизоляцию вот эта пленка она то есть препятствует конденсату тот например если это влажность повысит если это кухня например особенно там или ванная комната конечно там не миновать того что утеплитель намокать будет поэтому конечно да защита есть то есть она изолирует от этого вот еще хотел сказать то есть существует на самом деле два вида пароизоляции может кто-то не знал вот это пленочные 1 то есть это не перфорированный материал и перфорированный материал вы может вы видели на пароизоляции такие маленькие отверстия на самом деле как это не удивительно но такой материал он дышит для чего это делается на самом деле это не соответствует норме но из-за того что люди борются с тем что по пленке истекает влага как-то хотят задержать ее частично хотя бы чтобы не вся влага но пропитывался утеплитель чтобы не капало это все вот хоть это не по норме но вот видно люди придумали еще второй вид пароизоляции это перфорированный вот эти микроотверстия они обеспечивают паропроницаемость вот хотя получается такая непонятная ситуация то есть вроде бы пароизоляция и паропроницаемость да но вот однако же есть такая пароизоляция которая все-таки допускает маленькое количество излишней влаги утеплитель вот мы дальше поговорим уже как ведет себя уже гидроизоляция которая монтируется над утеплителем перед кровельным материалом вот и какие у нее свойства но мы сейчас говорим о нижнем слое а именно пароизоляции то есть на самом деле вот эти пленки они самые распространенные и самые первые зашли на российский рынок то есть их произвели начали производить привозили из финляндии а потом уже в россии стали выпускать вот еще значимое преимущество это когда есть антиконденсацию а как бы это вы говорите антиконденсатный слой вот то есть это слой который впитывает и удерживает влагу то есть вот как раз о чем я говорю если это просто пленка то получается по такой пароизоляции стекает влага и где-то в одно место у вас намокает на потолке допустим если зашит это гипсокартон или может быть даже на стену стекать если это покат вот тоже не очень хорошо и обои отслаиваются и мокрые пятна и грибки ну то есть одно мы как говорится лечим другое калечим поэтому над этим стоит тоже задуматься как это правильно сделать вот и вот этот слой как раз антиконденсатный он имеет такое свойство что в критических условиях он вбирает в себя влагу вот и исключает образование капель вот если есть такой слой одни антиконденсатный вот в этой пароизоляции в котором например выбираем то это конечно идеальный вариант потому что конденсата не миновать все равно он образуется пускай капельки пускай маленькие какие-то образование влаги там на пленке но все равно это есть и этому не миновать поэтому если есть такой слой антиконденсат антиконденсатный то это хорошо на самом деле это серьезный вопрос а какую пароизоляцию выбрать потому что были случаи у нас когда делали пленками снизу и на самом деле то есть вот этот конденсат скапливался и потом ручейками стекал и чтобы выйти из этой ситуации приходилось вплоть до того что просто сдирать эту пароизоляцию потому что других вариантов не было сдирали эту пароизоляцию только тогда конденсат исчезал конечно это хуже для утеплителя но не было невыносимо когда это все капало капало на гипсокартон были такие разводы потом все это было тоже не очень эстетично и некрасиво да и вообще невозможно так было что все время вот это зимний период конденсирование намокания было то есть получается . раз и было на этой пленке вот а так как она сразу же встречала барьер влаги то все что находилась вся влажность она конденсировала истекала просто на просто поэтому с пароизоляции нужно на самом деле серьезно подойти очень ответственно у нас очень много таких было объектов дизайнера обращались говорили так и так перепутали направление отверстий впитывание пароизоляции как раз о чем я говорил перфорированная пароизоляция но на самом деле это может быть даже не столько сколько перепутали в том что очень нужно есть такой один нюанс который нужно учесть я в следующем видео вам расскажу поподробнее почему вообще происходит конденсирование на пленке и как этого можно минимализировать чтобы не происходило это то есть . раз и именно на пленке вот в принципе такая обширная информация не хотелось сейчас как бы за один за одно видео все выдавать вот но на самом деле это очень важно потому что многие думают что если мы сейчас обезопасим утеплитель то все будет в шоколаде но на самом деле не все так просто все бы было просто если бы мы не жили бы в этом доме а так как процесс жизнедеятельности влагообразования все это происходит и пирог этот себе себя ведет очень непредсказуемо поэтому стоит об этом подумать какую пленку выбрать вот в принципе все что хотел сказать еще раз напомню что существует два вида пароизоляции это не перфорированная то есть полипропиленовые пленки и перфорированная это когда имеется с одной стороны отверстие которое в одну сторону пропускает влагу в другую не пропускает вот и в этом случае нужно четко знать в какую сторону должна влага проходить а в какую не проходить то есть данном случае если у нас получается с нижней стороны идет пароизоляция вот этот вот как раз перфорированный слой вот как мы здесь прочитали вот еще раз хотел обратить внимание такая серьезная информация посмотри они имеют они имеют микроотверстие обеспечивающие паропроницаемость однако данный показатель не соответствует норме поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор то есть получается она как бы в утеплитель допускает проницание влаги для того чтобы не скапливалась вот это излишняя влага то есть другими словами вот этот впитывающий слой он повернут к низу то есть снизу у нас как бы это влага впитывается и в пирог немного как бы мы допускаем проникание этой влаги в таком случае плюс что не конденсирует пленка и частичная влага уже будет выветриваться и как я уже не один раз показывал видео как мы делаем вент зазор под у избилистые также делается через контррейку когда настилается кровельный материал то есть вот уже как раз вот этот вентиляционный слой вот как раз и будет выветривать эту ненужную влагу это тогда обязательно нужно сделать если мы будем использовать такую пароизоляцию принципе все что хотел сказать вот в следующем видео хотел осветить подробнее как избежать накопление вот этой влаги на пленке если мы будем использовать пленочный пленочную пароизоляцию чтобы ее было меньше вот и еще уже в дальнейших видео поговорим уже о гидроизоляции и существует еще гидропароизоляция что это такое что когда и гидрой пароизоляция то есть вот такие вот бывает вот и сравнить чем отличается пароизоляции от гидропароизоляции вот если информация была интересна не забывайте не забывайте подписываться на канал ставьте лайки задавайте свои вопросы вот я думаю тема серьезная и нужно тщательно ее обсудить тщательно здесь потому что много технологий и чтобы их все вместе воссоединить нужно на самом деле детальный подход просто так вслепую какую-то технологию вырывать от какого-то производителя вот без размышления конечно глупо поэтому нужно детально подходить и обсуждать этот вопрос вот все что хотел сказать спасибо за просмотр до новых встреч